Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по росту стоимости жилья в новостройках. К такому выводу пришли эксперты Домофон Тро. Как утверждают аналитики, за три минувших месяца средняя стоимость квадрата в новом доме Перми выросла почти на 5% и составила 62,5 тысячи рублей. Вторую позицию рейтинга наша краевая столица разделила с Санкт-Петербургом, где цены выросли со 120 до 126,5 тысяч рублей за квадратный метр. Первое же место эксперты присудили Новосибирску. Там за лето цены на жилье взлетели почти на 7%. А в Прикамье, возможно, начнет действовать новая льгота. С 1 января 2020 года малоимущие и многодетные семьи хотят освободить от оплаты за вывоз мусора. Кроме того, вдвое меньше за эту услугу смогут платить ветераны труда, реабилитированные жертвы политических репрессий и пенсионеры, имеющие большой страховой стаж. По подсчетам льгота коснется 240 тысяч человек старшего поколения. Предложение внес губернатор края Максим Решетников. На ближайшем заседании законодательного собрания его рассмотрят депутаты. А в нескольких детских садах города накануне установили новые игровые комплексы. На современных площадках уже веселятся малыши из 89-го, 72-го, 81-го, а также бывших 83-го и 35-го детских садов. Для крох в возрасте от 1 до 3 лет на участках появились качалка на пружине, песочница и домик-беседка. А для детей в возрасте от 3 до 7 лет установлены развивающие домик-беседка, стенка для физической активности, песочница, кораблик с горкой и машина. Всего насчитывается 50 комплексов. 8 миллионов на их установку выделила компания «Уралкалий». Новости коротко подготовила Анастасия Лакман. Анастасия Лакман.